Пожалуй, любой пользователь сети хотя бы один раз интересовался темой заработка в интернете. Я уверен, что вы не исключение. Вы же зашли на это видео. Итак, вы интересовались и наверняка видели не раз много предложений от различных инвестиционных компаний, которые предлагают дать им деньги под управление. Они вам обещают выплачивать дивиденды. То есть, вы будете получать пассивный доход и высокий процент. Знакомо? Я уверен, что да. Стать инвестором можно даже имея в кармане совсем небольшую сумму, всего 10 долларов, говорят все эти компании. Но если вы вложите гораздо большую сумму, то будете получать весьма неплохие проценты, доходы. Даже не надо на работу ходить. Но вот так ли все это на самом деле? Что именно скрывается за предложениями вот таких инвестиционных компаний? Что они из себя представляют? И как именно они обеспечивают доход своим инвесторам? Давайте попробуем разобраться. Это канал простыми словами. И я, его ведущий Абек Баратов. Не забывайте подписываться на канал, потому что с нами вы обязательно станете успешнее. Но у нас есть своя цена за это. Да-да-да. Нужно всего лишь поставить лайк на это видео, досмотреть его до конца и оставаться с нами, подпиской на канал. Это бесплатно и мне очень приятно. Хорошие возможности заработать, несомненно, существуют. И даже я знаю таких. Но, к сожалению, большинство инвестиционных компаний в интернете, ну, являются так называемыми пирамидами. Или хайпами. У которых не существует никакой реальной деятельности. Они выплачивают дивиденды своим старым вкладчикам за счет того, что приезжают или приходят, привлекаются новые участники пирамиды. То есть они просто берут от одних и отдают другим эти же деньги, перераспределяя эти все средства. Все очень просто. Закрыться такая пирамида может в любой момент. Ну, как только ее организатор решил, что он собрал достаточную сумму денег, либо считает, что оплачивать проценты старым вкладчикам его компании просто невыгодно. Поэтому предугадать время закрытия такого хайпа почти невозможно. И, к сожалению, вложив туда деньги, через несколько месяцев вы их потеряете. Если не успеете забрать вовремя. Такие пирамиды обычно долго не живут. Ну, в основном, всего максимум 2-3 месяца. Но вам обещают прибыли на протяжении нескольких лет, а то и десятилетий. О том, как распознать хайп и в него не вляпаться, смотрите далее. Вот вы видите перед собой сайт компании. Вполне хорошо сделанный сайт с информативным описанием деятельности компании, отличными условиями по вкладам. Описывается история развития этой компании. И кажется, что она вполне серьезная, солидная компания, которой можно доверять и куда можно нести свои деньги. Но вот, как только вы вложили все деньги, через месяц-два вы обнаруживаете, что все деньги пропали. А компания попросту закрылась. Это потому, что не какая-то нереальная компания, а просто очередной фейк. Когда вы читаете на сайте очередной инвестиционной компании о том, какая она классная, об истории ее развития, видах деятельности, достигнутых успехах, а также обещанной прибыли своим инвесторам, вам нужно знать, что перед вами просто так называемая легенда. Легенду создают специально для того, чтобы привлечь вкладчиков и вызвать у них какое-то доверие. Ну, вот подумайте сами. Но вы же вряд ли отдадите деньги тому, кто просто у вас просит, дай мне деньги. А я тебе обеспечу 1-2% в день и не расскажу, чем я занимаюсь. Но ведь так. Вы всегда поинтересуетесь для чего и зачем этому человеку ваши деньги. Легенд в данной индустрии очень много. Они самые различные, они самые изощренные. Да куда только может дойти вообще мозг человека и фантазия. Но есть и устойчивые, устоявшиеся легенды, самые популярные. Ну, например, такие как доверительное управление, торговля на Форекс, торговля фьючерсами, акциями и другими ценными бумагами. Предоставление микрозаймов, облачный майнинг, криптовалют, сдача недвижимости в аренду, строительство, разработка каких-то новых технологий. Есть энергоснабжение или разработка новых медицинских препаратов. Это также может быть заработок на спортивных ставках, в казино, благодаря какой-то собственной разработанной выигрышной стратегии и так далее в этом духе. Существует несколько признаков, по которым можно легко вычислить хайп. Самый первый признак это, ну, очень высокий обещанный доход. Вам предлагают аж 2-3% и обычно существует на сайте 2-3 инвестиционных планов, которые платятся, кстати, посуточно. Но посудите сами, 2-3% в день это 700 тысячи процентов в год. Ни один бизнес не способен обеспечить такую прибыль. А если не способен, то уж точно бы без вашего участия как-то обошелся. Если бы было все так легко, то бизнесмены бы буквально за пару лет становились миллионерами, миллиардерами. Потому что 700 тысячи процентов в год это нереальный доход. Итак, если перед вами компания, которая обещает вам больше 10% в месяц, то стоит задуматься. И скорее всего перед вами хайп. Потому что такую прибыль, ну, очень тяжело обеспечить. И уж тем более такую прибыль гарантировать. Второй признак. Очень минимальные суммы для инвестирования. Если вы видите компанию, которая занимается разработкой различных медицинских препаратов. Крупная, солидная, фармацевтическая компания. Вы думаете, она будет на самом деле собирать 10-20 тысяч инвесторов, которые вложатся по 10-20 долларов в виде инвестиций? Ну, конечно же, нет. Такая компания будет искать инвесторов, которые могут сразу вкладывать сотни тысяч долларов в развитие. А возможно и десятки миллионов долларов. Ну уж точно не собирать эти по 10-20 долларов, которые являются для них абсолютно мизерными. Но не так это работает. Зато это работает на массы. Третий момент, по которому можно определить хайп перед вами или нет, это по электронным платежным системам, с которыми они работают. Это обычно биткоин или другие криптовалюты. Perfect Money, Яндекс.Деньги и так далее. Создатели этих псевдокомпаний не хотят себя разоблачать и оставлять следы, чтобы их потом не нашли случайно и не попросили вежливо очень вернуть деньги. Поэтому, естественно, они будут пользоваться анонимными платежными системами и принимать платежи только через них. Если вы видите вот такой набор платежных систем, то перед вами, скорее всего, хайп. Но давайте тогда зададим себе вопрос. Если хайп и пирамиды такое зло, то почему туда люди идут? Почему они все еще существуют? Ну и как бы в вопросе и кроется сам ответ. Они существуют потому, что туда идут люди. Это факт. А тогда почему туда идут люди? Как выяснилось, не все вкладчики остаются ни с чем. Примерно 20% из них все же выходят в прибыль. Ну потому что действуют они точно по расчету, без эмоций, без паники. И они занимаются этим профессионально. Ответ простой. Да, на пирамидах, хайпах можно заработать. Но риски достаточно высокие и могут быть сокрушительными для неискушенных инвесторов. Я попытался сравнить пирамиды и хайпы с фондовым рынком и трейдингом, о которых я так часто говорю в последнее время. В трейдинге, в принципе, рисков не меньше. Ну, в трейдинге и на фондовом рынке. Можно потерять все свои вложения или приумножить. Но с шансом примерно 25%. И риски примерно такие же, как участие в хайп-проектах. С единственной разницей в том, что хайп может закрыться в любой момент. А трейдинг на фондовом рынке нет. Нет. Я всегда проповедую только долгосрочное инвестирование в акции фондового рынка индексы напрямую через проверенных брокеров. Или приложения, которые принимают верифицированные формы оплат, которые прошли проверку и состоят на учетах финансового контроля федерального уровня. Кстати, ссылки на такие ресурсы я выложил в описании. Если вы в Штатах или в Европе, пройдите по ссылкам и получите бесплатные акции. Там стоимостью 100 евро или там вплоть до 1400 евро. Давайте продолжать учиться финансовой грамотности. Учиться получать пассивный доход. Я надеюсь, это видео было полезным. Я буду еще очень много говорить об этом всем, чтобы мы с вами становились грамотнее и успешнее. Если у вас остались какие-то вопросы, сейчас самое время их задать, пока я еще не ушел и пока вы не забыли. Но и спасибо всем за подписку, лайки, просмотры. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok